Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как выбрать работодателя, а точнее уже выбрать один из финальных аферов, которые вы получили. Будем надеяться, что у вас так сложилось, что примерно в одно и то же время вас хотят видеть у себя в качестве сотрудника сразу несколько работодателей. Вот. Может быть, эта ситуация немножечко гипотетическая, да, обычно немножко в разный момент времени все это происходит, и не всегда такой большой выбор есть, но всегда вы можете, например, сравнивать с текущим работодателем, если вы еще не уволились, либо вот с последним местом работы, если вы уже вынуждены искать работу, будучи безработным. И здесь часто бывает, что очень сложно сравнить несколько предложений, либо где-то есть какие-то плюсы, какие-то минусы, и вы колеблитесь, вы не можете определиться. Поэтому я, тоже столкнувшись с такой проблемой, решил достаточно системно ее решить. Составил перечень критерий, перечень неких параметров, по которым можно оценивать привлекательность работодателя. Разумеется, для каждого человека он индивидуален, и какие-то для вас параметры более важные, какие-то менее важные, но в целом, сейчас мы посмотрим на этот перечень, и надеюсь, он вам поможет определиться и принять взвешенное решение о выборе места работы. Здесь также важно, чтобы вы опирались, наверное, не только на свое мнение, но и проконсультировались со своими родственниками, знакомыми, которые учли тоже их точку зрения, чтобы какие-то факторы, может быть, которые от вас ускользнули, либо они посмотрели вот на эту проблему с другой точки зрения, и вы бы тоже учли ее при принятии вашего решения. Итак, сейчас мы говорим не о начальном каком-то, может быть, даже поиске работы, а вот когда уже более-менее вы так определились, и кто-то вас хочет. Значит, здесь важны следующие факторы. Это роль, это мотивация, это продукт и бизнес компании, это культура компании, такой блок, который я назвал время, и компенсация, и некоторые там дополнительные параметры. Давайте теперь подробнее поговорим о каждом из них. В каждый из этих блоков я вот примерно там по 6 параметров добавил, да. Самое важное, естественно, это роль. Ну, часто это называют еще названием, да, должности. Главное, конечно же, ее содержание. Я специально не стал это называть, то есть кому-то это важно, чтобы он там назывался старший, там его менеджер. Главное именно содержание роли. Здесь у меня есть мой одноклассник, который проводит тренинги по предназначению, и вот самый важный параметр, по которому он рекомендует, как бы, и выбирает свою работу, это ваше предназначение. То есть это, наверное, то, чем бы вы вот занимались, если бы у вас вот уже сейчас было очень много денег. Вот, и вы, то есть к чему у вас лежит ваша душа. Вот, что бы вы делали, что бы у вас вот утром, если вы вставали, и прямо вот туда бы бежали бы, чтобы это делать, да. Чтобы мне было, ой, не хочу вставать, зачем мне это, там, работа и так далее. То есть что-то такое вот удушевляющее вас. А, как он мой одноклассник говорит, деньги уже тогда сами собой там приложатся, появятся и так далее. То есть некое такое ваше предназначение. То, чем бы вы гордились, то, там, с противоположной точки зрения можно сказать, то, что бы вы, было бы, можно было бы написать, я не знаю, там, на надгробной плите, да. Он, там, достиг такого-то, он занимался этим, да, то есть какой-то некий предмет гордости. Вот, это вот самое важное. Безусловно, у вас есть какой-то опыт работы, и вы ищете что-то похожее. Соответственно, как может развиваться ваша карьера? Либо вертикально, да, то есть в роли, то есть чуть позже об этом поговорим, да, вот этих параметров. Либо горизонтально, да, то есть вы немножечко в другую область уходите, которая вам интересна. Раз, учитывайте, пожалуйста, оба варианта. Вот, значит, поэтому вот этот параметр, он ключевой, когда вы будете искать вакансии, да. То есть немножко здесь рекомендую все-таки немножко расширить круг, да, и смотреть в некоторых смежных областях. Бывает, что какие-то вещи интересные, бывает это так. То есть не стоит здесь оцениваться. Дальше следующие три параметра, они непосредственно влияют на, на самом деле, вот то, что мы в конце будем смотреть, на компенсацию. То, как оценивают работодатели, за что они платят деньги. Это масштаб данной роли, да. То есть вы можете быть ответственным, там, я не знаю, за один субъект, там, Российской Федерации, либо один канал сбыта, один склад, либо у вас может быть общестрановой масштаб, либо, там, не знаю, там, региональный, да, там, международный масштаб вашей деятельности. Соответственно, это тоже будет ответственность роли. Какая она, да. То есть, либо все решения принимают за вас, либо у вас большой объем вот вашей ответственности, да. Тут не обязательно именно материальная ответственность, именно как вы влияете на бизнес. Это следующий также параметр влияния, то есть здесь не обязательно, самое очевидное, это, да, число подчиненных, да, оно непосредственно влияет на компенсацию, но также, как вы влияете, с кем вы непосредственно контактируете, взаимодействуете и так далее. Вот эти вот параметры вы для себя должны тоже определить. И здесь немножко я поспешил, как мы можем оценивать все эти параметры. Рекомендую все-таки по пятибалльной шкале, школьной, да, такой классической. При этом, например, текущего работодателя можно оценивать, там, как правило, на четверочку, на троечку, да, потому что вы, как правило, наверное, ищите что-то лучше, да, это будет тогда пятерка. Но и бывают какие-то параметры у нового работодателя хуже, тогда это будет, там, троечка или даже двойка. Например, бывает, что вам приходится при смене работы немножко пойти на понижение. Тогда у вас будет роль поменьше, да, например, вы не, там, ведущий специалист, а просто специалист, да, но в другой, новой, интересующей вас области. Соответственно, вот эти вот все параметры вы можете изменить. Бывает, что ответственность резко возрастает, то есть вы, допустим, становитесь, может быть, небольшой компанией, но вы, там, уже называетесь, там, менеджер, да, то есть, там, существенно возрастает у вас ответ. Бывает, что вам не хватает, например, на текущем месте работы карьерного развития, и вы ожидаете, что у каких-то других работодателей он будет больше. Это тоже важный параметр, да, если вдруг карьера застопанилась. Когда вы определились уже с ролью, вы можете, очень важно, чтобы у вас была мотивация, потому что это, именно на это смотрит очень много работодателей. Что же такая мотивация? Здесь я рекомендую посмотреть тренинг известного бизнес-тренера Гондопаса, вкратце перескажу своими словами. Важно, чтобы ваша работа была разнообразна. Разумеется, при смене компании, это всегда разнообразие появляется, да, какая-то новая область. Важно также, что, допустим, через год, вы понимали, да, вы придете, будете делать то же самое, либо это что-то постоянно новое. Ну, например, пример разнообразный, работает какие-то абсолютно новые, проектная деятельность постоянно. Вот, дальше, значимость работы, насколько работа значима, да, то есть, либо вы, я утрирую, да, уборщица, которая убирает кабинеты, либо вы решаете какие-то вопросы, там, на миллионы долларов, да. Дальше, отождествляемость работы с результатами, ваших действий, скажем так, с результатами. Не всегда вот эта вот связь четко прослеживается, да, что-то вы делаете, но, допустим, вы не понимаете вообще, для чего вы это делаете, да, то есть, у вас иногда такое ощущение может возникать, что вы работаете, ну, вот, просто работаете сама по себе. То есть, это не мотивирует. Мотивирует, когда вы видите, что да, вот вы сделали, и вы видите, как это там, допустим, увеличило какие-то, не знаю, продажи, как там, допустим, вы создали какой-нибудь рекламный ролик, вот он по телевизору показывает, да, то есть, видно результат вашей работы и кусочек вашей работы в общем каком-то результате в продукте, да. Это тоже важно, это мотивирует. Дальше автономность работы, некая самостоятельность, да, то есть, людям все-таки хочется быть немножко независимыми, и если тебя постоянно руководитель заваливает какими-то поручениями, то есть, не дает вам вот какой-то свободы действий, свободы выбора, то есть, это немножко, конечно, может взлетать, да, демотивировать. Поэтому это важно. И, ну, на самом деле, многим сотрудникам важно иметь таких мотивированных, таких автономных сотрудников, которые могут самостоятельно все что-то спланировать сделать и так далее, которые не нужен, может быть, такой вот постоянный менеджмент, чтобы постоянно так сильно руководить, руководить. И, опять же, для мотивации очень важна именно обратная связь, да, так называемый отзыв от коллег, от руководителя, то есть, чтобы они могли похвалить, перескать, где что-то можно улучшить, вот, чтобы вы, ну, соответствовали их ожиданиям, чтобы вы, ну, действовали в нужном направлении, чтобы вы не тратили, там, ваше время на ненужные результаты, чтобы потом, когда вас будут оценивать, чтобы, ну, как бы, может, чтобы это было не для вас сюрпризом, что вы не удовлетворяете каким-то, а чтобы это была регулярная деятельность по оценке, по отзывам и по мотивации, чтобы на вас, ну, как, скажем так, обращали внимание, да. Естественно, это должно быть, как правило, не какие-то публичные, да, разборки, как правило, а именно индивидуальные связи. И, естественно, общение с коллегами. Здесь для многих это важно. Не мотивируй. Я уже не говорю про какое-то, там, признание, награждение какие-то и так далее. Это еще круче. Дальше, естественно, вы смотрите на продукт, скажем так, бизнес-компанк. Здесь вы сами по себе должны оценить, а привлекателен ли этот продукт и сервис. И опять же, да, здесь я, может быть, умалчиваю, продолжаю все сравнивать с текущим местом работы. Здесь есть такой нюанс, что в компании, у которых есть некий такой бренд-работодатель, какой-то привлекательный продукт, может быть, на самом деле, очень большой конкурс. Вот, и там вам даже могут на вас особого внимания не уделять. И наоборот, в компаниях, в которых, вот, какие-то такие вот странные компании, да, может быть, как раз низкие конкурсы, и вас там будут буквально там облизывать, что вы к ним там пришли, да, я укриваю. То есть вы должны, вот, как бы, у вас, какая-то должна быть внутренняя убежденность, что вот это вам нравится этот продукт. Ну, приведу пример, допустим, я не хотел бы работать в табачных, алкогольных, да, то есть, ну, какие-то такие вещи. Значит, здесь важный параметр, на самом деле, это, с моей точки зрения, наличие производства, да, то есть это как компания, которая просто торгует чем-то, либо она что-то производит. То есть есть ли в том, что происходит в компании, какая-то доля добавленного продукта, что она делает, да, что, то есть она просто рекламирует, распределяет, где создается добавленная стоимость. Нужно просто в этом вот вам разобраться и понять, потому что это влияет также и на устойчивость, на некоторую удовлетворенность вашу и привлекательность данного бизнеса, да. Поэтому здесь для меня важны вот какие-то такие крупные, например, производственные компании. Для кого-то, может быть, какая-то другая точка зрения, для кого-то очень важно, чтобы это было, там, очень большой элемент, там, маркетинговые составляющие, какого-то пиара и так далее. Вот тоже для себя решите главный вопрос. Опять же, может посленно свидетельствовать об успешности позиция компании на рынке по отношению к конкурентам, какая у нее доля рынка, данного, как бы, сегмента рынка, обороты компании. Вы в интернете можете посмотреть, как правило, если же публичная компания, она стоит из одного юрлица, так как просто достаточно посмотреть на динамику показателей, забив ее название, и вся ее бухгалтерская чудо, то есть, как правило, динамику, если это публичная, то есть, там, открытое акционерное общество и так далее. И там же можно посмотреть на прибыльность компании, ну, потому что, если у компании проблемы с прибылью, то это может сказаться и на вашей компенсации, вот, а если у нее хорошая прибыль, то, как правило, особо, там, у вас будет более комфортно, как правило, себя будет чувствовать, будет меньше напряжения вот этого чувства, там, в компании. Имидж и репутация компании, опять же, вот этот вот бренд работодателя и так далее, здесь я бы это в последнюю очередь немножко рассматривал, то есть, именно, чтобы вы больше обращали внимание на следующее. Дальше. Очень важный элемент культура, которая в компании есть, это, что такое культура? Культура – это социально значимый опыт. Именно вот эта вот корпоративная культура, она позволяет данной организации, ну, находясь, как правило, на конкурентном рынке, выживать, да, привлекать лучших сотрудников, да. Есть такая точка зрения, что сейчас, в принципе, все бизнес-процессы можно скопировать. И отвечают успешные компании от неуспешных именно сотрудников. Поэтому важно работодателям привлечь и удержать как можно более эффективных и перспективных сотрудников. Поэтому, значит, здесь обратите внимание, это локальная компания, иностранная или международная. И для себя решите вот именно, как вы будете вписываться вот в эту культуру. Если вы работали в международной компании, да, с какими-то упорядоченными процессами, со своей культурой, вам будет сложнее перейти в какую-то матерую, какую-то российскую компанию. Вот, здесь сравнивайте относительно вот текущего положения. Как правило, комфортно оставаться в таком же окружении. Соответственно, какой стиль менеджмента в компании? Что я имею в виду, бывает, например, в российских компаниях, где собственник, допустим, не отделен от управленца, да, то есть это в одном лице, могут быть излишния завязывания, допустим, централизация процесса. Тоже обращайте внимание, вот, и здесь вы, многие смотрят сразу на вот про культуру, можно много читать в отзывах, да, отдельно немножко отклонюсь. Часто многие, допустим, линейные сотрудники, торговый персонал оставляют нелестных отзывов, то есть здесь вот как раз вы можете, как правило, они все достаточно плохие, да, это отзывы, редко кто будет поднахваливать, поэтому смотрите вот этот момент, какие-то вещи вот именно культурные, вы можете вот этих отзывов посмотреть. Дальше непосредственно руководители. Вот здесь, если культуру какую-то стиль-менеджера вы можете оценивать по отзывам о компании в интернете, то на непосредственно руководителя у вас в подавляющей большинстве случаев будет возможность посмотреть на собеседы. И здесь вот очень важно посмотреть, совпадаете ли вы, потому что вы на самом деле, как есть такое выражение, что приходите в компанию, да, уходите от руководителя. Поэтому ориентируйтесь на то, насколько вам комфортно работать с этим человеком, насколько вы на одной балле. Бывает, что компания интересная, а вот непосредственно руководитель, ну, какой-то вот он не такой, да, то есть вам важно что-то понять, как вы с ним сработаетесь или нет. Это можно легко на самом деле уже на собеседовании понять. Посмотрите, следующий параметр это HR и коллеги. Да, то есть с HR вы будете непосредственно взаимодействовать, насколько они там приветливые, либо наоборот формальные. Коллеги, можете поспрашивать у руководителя, есть ли они вообще, допустим, в наличии бывает, что просто их реально нет и весь объем работы падает на вас. Либо действительно это есть какой-то дружный коллектив, и тогда всем об этом вам радостно расскажут и так далее. То есть задайте какие-то вопросы, может быть, действительно у вас там есть вот именно про коллег, про атмосферу, об этом всегда можно задавать вопросы на собеседование, про такой микроколлектив. Дальше. Ценности компании, этический кодекс, социальная ответственность. Обычно об этом можно прочитать на сайте. То есть вы, вот те какие-то ключевые ценности, которые везде там написаны, как правило, озвучены, они совпадают сами или нет. Здесь мое любимое выражение, что успех – это дисбаланс, а счастье – это баланс. Вам нужно понять для себя, вот вы хотите вот к этому стремиться, то, что там написано у них на сайте. Вам важно, допустим, что там, не знаю, компания собирает мусор около водоема, или там борется, там, не знаю, с раком, вот, какие-то у них там этические стандарты, либо наоборот, у них какой-то вот там черный какой-то бизнес, нелегальный и так далее. Это один из параллений. Естественно, численность сотрудников компании, правило, чем больше там сотрудников, тем лучше. Но кому-то, допустим, комфортнее работать в небольших компаниях. Дальше следующий блок, который я назвал «Время». Косвенно, ну, здесь вот такой параметр, упорядоченность, процесс, он больше относится к культуре компании, но он непосредственно влияет на то, на что вы будете тратить время. Если в компании бардак, то очень много у вас времени будет уходить на вот то понятие, куда вообще с какой-то проблемой идти. С другой стороны, некоторая забюрокраченность, какая-то очень упорядоченность процессов тоже будет мешать, будет вам дискомфортно, вы устанете, там, не знаю, носить галстук летом, приходить строго там вот время, там, то есть это будет вам немножко тоже какое-то дискомфортно. Поэтому вот этот вот график работы здесь имеется в виду, насколько гибок работодатель, может ли он там позволит начинать, допустим, работать с 9 до 6, либо там, допустим, с 10 до 7. То есть многие компании сейчас идут на такую тупость, но кто-то и не идет, да, то есть нам сдвиг начала рабочего дня, допустим, начало, для того, чтобы вы успели детей в садик отнести, либо как-то попробовать, более удобно, да, ехать. Естественно, количество рабочих часов в неделю. Есть компании, в которых, допустим, принято такие вот переработки на регулярной основе, где-то, допустим, в каких-то западных американских компаниях принято уходить ровно в 6. Поэтому тоже обращайте внимание, сравнивайте вот ту зарплату, которая предлагается, с количеством рабочих часов, в которой вы будете работать реально по факту. Естественно, номинально у всех, допустим, 40-часовая рабочая день. Опять же, может быть, где-то вам предлагают ненормированный рабочий день, допустим, на менеджерских позициях, ну и тогда, соответственно, вам предлагают дополнительный пункт рецепт. Устраивает вас это, либо вам нужен нормированный рабочий день. Тоже для себя решить. Время на дорогу до места работы. Разные бывают ситуации. Бывает, когда работа рядом с домом, и бывает, когда нужно ехать там и 2 часа на работу каждый день, то есть 2 туда, 2 обратно. Опять же, вот ту зарплату, которую, допустим, вы будете получать средний месячный, разделите на это количество часов хотя бы и посмотрите, сколько у вас стоит этот рабочий час, рабочее время. Не всегда, может быть, вы можете вот это время в транспорте потратить на себя, на какое-то чтение, самообразование, соны и так далее. То есть бывает, что вам нужно именно на машине напряженно ехать. Поэтому можете также оценивать ваши расходы на данное время, на добирание до работы. Современный способ – это возможность работы из дома. Кому-то это важно. Либо частично, несколько дней. Иногда работодатель идет на такое, и тогда, естественно, это плюс работодателя. И кому-то важно, допустим, процент командировок, назовем его так. Насколько эта работа развесная, насколько вам это комфортно, интересно, тоже для себя решить. И один из, ну, как бы, последний блок – это, назовем его, компенсация. Вы можете сравнивать свой среднемесячный доход. Он складывается, может, из оклада, надбавок и премий. Премии могут быть ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные. Вот этот момент нужно четко для себя определить, и нужно понять, что влияет на премию. Потому что может анонсироваться какой-то там максимальный доход, а по факту, с учетом каких-то вот факторов, каких-то KPI, да, ключевых, которые вы там показываете, может быть, несколько ниже, да, или даже выше. Поэтому нужно четко понимать, что влияет на этот среднемесячный доход. Как это неудеятельно, до сих пор многие работодатели, они, ну, не многие, а там частично платят в черную, в серую зарплату, либо там платят ежедневно, только раз в месяц зарплату, а не там два раза в месяц по заходу. Поэтому, насколько вот это все бело, прозрачно, предсказуемо, вы тоже для себя должны решить. Хотите вы вот все-таки работать за большую зарплату, но в черную, которая платится. Вот. Опять же, вот этот этический вопрос, будущие пенсии и так далее. Тоже сравните с текущим местом и так далее. Я считаю, что немаловажный параметр – это класс офиса, да, то есть, либо это какое-то новое здание с подземной парковкой, то есть, современный ремонт, зоны для питания, туалетные комнаты какие-то организованные, то есть, высокие там потолки. Хотите вы там работать в open space, либо в отдельном кабинете, то есть, это важно, да, на комфортность работы, потому что вы проводите много часов на работе здесь, как обставлено рабочее место, тоже все это важно, да, то есть, если это где-то какая-то промзона, переделанные под офисы бывшие склады, наверное, это где-то температурный режим, какой-то, может быть, дискомфортный, дует, шумный и так далее, то есть, обратите на это внимание. Дальше важный такой пакет, важный вопрос, как социальный пакет. Это страховка медицинская ДМС, страховка жизни. Как правило, ее предлагают именно крупные, это западные игроки. В российских компаниях, как правило, небольших этого нет, да, то есть, это вот с ростом компании появляются такие компенсации. Могут быть организованы питания сотрудников прямо в офисе, какая-нибудь столовая, то есть, это тоже удобно, чтобы вы не тратили свое время. Обратите, то есть, если вы какой-то такой вот технический специалист, для вас важно также, как, какой, насколько быстрый у вас компьютер. Например, для меня важно наличие твердотельного диска на компьютере для быстрой работы с базой метатора. Возможность установить какое-то специфическое, любимое вами программное обеспечение. Насколько гибок работодатель, нет ли там каких-нибудь жутких проблем, что-то все работает медленно, со сбоями и так далее. То есть, для показателей это важно. Опять же, если вы какой-то начинающий специалист и так далее, то для вас может быть важно, чтобы у вас было обучение. То есть, это как водное обучение на рабочем месте, так и возможность, что, допустим, работодатель либо полностью, что редко, либо частично компенсирует вам расходы на обучение по каким-то дисциплинам, курсам и так далее, которые важны для вашей работы. И для кого-то, может быть, для руководящих уже должностей важно, допустим, наличие парковки. Бывает, что любят люди или не хотят добираться неудобно, но они не хотят платить 10 тысяч в месяц на парковку. Вот это тоже важный момент. Вы можете добавить в данный список какие-нибудь параметры, которые именно важны именно для вас. Соответственно, допустим, хотите вы там или не хотите проходить полиграф. Некоторые вопросы, которые изначально можно решать еще до стадии оффера, это частный бизнес или государственный бизнес. Это тоже принципиальный вопрос для многих. Кто-то просто даже не рассматривает для себя возможность работать в государственных компаниях или в частном бизнесе. Как я уже говорил, это название, позиция формально. Место расположения. Готовы ли вы на релокацию? Это редкий параметр. Для каких-нибудь творчественных профессий, специалистических продателей важно наличие каких-то клиентов компании. Если это B2B, некое портфолио. Например, если вы работаете в подпальниках, делаете сайт и так далее, дизайн. И опять же, транспортная доступность. Это не обязательно именно временно на работу, на дорогу, а именно насколько это комфортно и удобно. И еще ряд параметров. Подумайте, может быть, что-то я не рассказал, упустил, но вы можете добавить. Таким образом, вы можете посчитать некое среднее арифметическое по работодателю. И бывает, что сопоставимые предложения. Также вы можете сейчас в данной модели у нас у всех показателей одинаковый вес. Вы можете их изменить в весах. То есть здесь, допустим, у нас сейчас получается примерно 35 показателей. И каждый, соответственно, где-то по 3%. Соответственно, вы можете изменить их вес. Какие-то показатели, которые для вас, допустим, численность сотрудников компании, допустим, вас вообще не волнуются. Соответственно, вы можете там обнулить, либо уменьшить вес этого показателя. И тогда у вас, ну, для вас очень, допустим, важны отношения с непосредственным руководителем. То есть вам все равно какой-то генеральный директор. Ну, вот, вот, для вас очень важно какой-то непосредственный контакт с коллегами. Соответственно, вес увеличивается. Вот, если вам не нужна там, ну, не знаю, там, парковка, да, для вас там вообще не важна. Соответственно, вы это обыгрываете. Вот, и дальше вы выводите некий сводный балл, и он может измениться, да. Но, с учетом того, что какие-то важные для вас именно показатели в данной компании, они имеют большее качество. Опять же, что я могу пожелать успешного выбора работы. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, я постараюсь ответить. И надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы выберете работу, которая будет доставлять вам удовольствие, и вы будете счастливы. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.